Церковь в деревне Васьковка для прихожан Туровской епархии место знаковое. Ведь это родина чудотворной Васьковской иконы Божьей Матери, слова о которой распространяются уже несколько веков. История обретения Васьковской иконы необычна. В 1757 году местный крестьянин в поисках потерявшихся валов заблудился в здешних болотах. А когда вышел на сушу, увидел в зарослях икону в необычном сиянии. Икону назвали Васьковской, а слава об ее исцеляющей силе разошлась по округе. Во времена гонений на церковь икона исчезла. В 2008-м был обретен ее древний список. Сегодня он хранится в главном храме Ельска. В деревенской церквошке свою обитель нашел самый молодой список. Но по мнению священнослужителей, это никоим образом не преуменьшает его духовной силы. После Пасхи, первого воскресенья, наша церковь празднует наш праздник, явление Васьковской иконы Божьей Матери. Этому чуду 250 уже лет, как и явилась с нами икона эта. Мы знаем много чудотворений, которые от нее были. Издана книжечка, написано кафист. Люди приезжают, люди приходят к этой иконе со своими бедами, со своими скорбями и радостями. И всем икона дает утешение. Если искренне относиться к иконе, то и икона всегда вам ответит. В следующее воскресенье после Пасхи Васьковскую икону традиционно проносят из храма к месту обретения. Там, где раньше стояла старая церковь, совершается молебен. Пасхи Васьковская икона служит людям уже больше двух с половиной веков. Рассказы о чудодейственных исцелениях когда-то даже записывали в специальную книгу. Чудотворная икона хранит тысячи и тысячи секретов. В последние годы святыня была немного позабыта, но сегодня она снова возрождается. Уже с начала мая каждую субботу в храме иконы Божьей Матери Умиления будут читать Акафист Васьковской иконе. И, конечно, каждый прихожанин сможет доверить чудотворной иконе свои душевные переживания и попросить о сокровенном. Лидия Поттер, Николай Капустин, Телеканал Мозырь.